2 ноября 2015 года весь мир был шокирован кадрами из Саудовской Аравии. Здесь выпал град. Большинство местных жителей видело такое впервые. Вскоре удивление сменилось страхом. На регион хлынул поток воды. Наводнение в Кувейте и Иране. За два дня здесь выпало больше осадков, чем за 8 предыдущих лет. Столько воды в этих засушливых странах не видели никогда. С жертвами наводнений только в первые два дня стали 19 человек. Ученые уже не бьют тревогу, как раньше писали СМИ. Бить тревогу поздно. Климатическая катастрофа идет полным ходом. Ее не остановить. Можно только немного отсрочить апокалипсис. И за это время придумать, как уменьшить число жертв предстоящего конца света. Нас ждут холод, голод и бесконечные войны за воду. Ведь совсем скоро она станет на вес золота. Весной 2015 года в России подвели неутешительные итоги. Предыдущий год побил абсолютный рекорд по количеству стихийных бедствий. Было зарегистрировано 569 опасных метеорологических явлений. Большинство из них сопровождалось людскими жертвами. Еще 15 лет назад таких погодных катаклизмов в год было не больше 250. А вот мнение британского ученого Терри Каллогана. В 2007 году он был награжден Нобелевской премией мира за вклад в изучение изменений климата Земли. Из-за масштабов климатических изменений в Сибири, я думаю, мы должны привлечь внимание мировой общественности к выбросам метана. Мы видели график, составленный специалистами Лунского университета, в том числе господином Степановым. И на графике места выделения метана образовали достаточно странную фигуру в атмосфере. И понять ее можно только тщательно, изучив Сибирь. То, что происходит сейчас в Сибири, имеет глобальные значения. Метан — это парниковый газ. В атмосфере он создает плотное одеяло, которое укутывает нашу планету. До недавнего времени ученые не уделяли метану должного внимания. И в глобальном потеплении обвиняли углекислый газ. В атмосфере его гораздо больше. Но последние исследования шокировали всех. Метановое одеяло в десятки раз плотнее. И может удерживать на планете огромное количество тепла. Метан имеет в 30 раз более сильный парниковый эффект, чем углекислый газ. Но никто до конца не знает и не просчитал балансы и соотношения этих процессов. Вот почему их так важно изучать. И мы действительно формируем международные серьезные научные группы и проекты, которые занимаются изучением этих процессов. Температура воздуха в России растет примерно в два раза быстрее, чем в среднем по планете. И самые заметные изменения климата происходят на арктическом побережье. В Арктике изменения климата наиболее сильно видно, потому что здесь именно большая поверхность летом воды, которая интенсивно нагревается. Она нагревается значительно интенсивнее, чем земная поверхность. Вода вообще более теплоемкая. И тем более интенсивнее, чем поверхность земли или воды, покрытая льдом, которая большей частью отражает. Летом 2014 года международная группа ученых отправилась в Арктику на уникальном научном ледоколе ОТЭН. Они изучали, как льды Северного Ледовитого океана влияют на климат планеты. Экспедиция длилась 4 месяца. За это время было проведено сотни экспериментов. На дно погружалась специальная техника. Вы видите уникальные кадры. Навстречу погружающемуся аппарату со дна океана поднимаются миллиарды пузырьков. Это и есть метан. Со дна нескольких морей были взяты так называемые керны. Вертикальные срезы отложений. Их исследуют в Международной лаборатории углерода Арктических морей Томского политехнического университета. Определив химический состав дна, ученые могут точно сказать, сколько метана поднимается из океана. То есть выбросы метана ведет к глобальному потеплению. Глобальное потепление, в свою очередь, ведет к увеличению среднегодовых температур в Арктическом регионе, деградации мерзлоты, что ведет к выбросу метана. То есть замкнутый круг получается. Чтобы понять масштабы грядущей катастрофы, стоит оглянуться всего на 10 тысяч лет назад. Тогда Евразию с Северной Америкой соединяла довольно широкая полоска суши. Берингийский мост. Это подтвердили и генетики, доказав родство народов Алтая и американских индейцев. Люди спасались от наползающего ледника и шли из Сибири на Аляску как раз по Берингийскому мосту. А потом произошла очередная климатическая катастрофа. В определенный этап исторического развития планеты произошел размыв Берингийского моста, в результате чего теплые тихоокеанские воды начали проникать в Северо-Ледовитый океан. Это вызвало как повышение температуры воды, так и повышение самого уровня океана. Это все привело к масштабной трансгрессии и затоплению суши. Ледниковый период в Северной и Восточной Европе закончился. Тогда была сыграна первая часть драмы. Вторая разыгрывается сегодня. Погруженная в воду вечная мерзлота больше 10 тысяч лет сдерживала в почве процессы гниения. Теперь температура воды повысилась. Спавшие тысячелетиями бактерии начали выделять метан по всему побережью Северного Ледовитого океана. Сибирский шельф, наш российский шельф, он самый по площади огромный шельф в мире, то есть он самый протяженный, и глубина его очень маленькая. Средняя глубина 45 метров. То есть это очень, как сказать, маленькое препятствие для метана, чтобы попасть в атмосферу. В том, что метан, одна из причин глобальных катаклизмов, ученые уже не сомневаются. Речь идет только о масштабах. Поведение метана идет зафиксировано, что практически по всему шельфу, но если скорость его будет все время повышаться в геометрической прогрессии, тогда это приведет, так сказать, к очень большому выбросу даже в планетарных масштабах метана, что, конечно, скажется на княтии. Вечная мерзлота станет таять еще быстрее. Количество газа начнет увеличиваться в геометрической прогрессии. Это чревато появлением в Арктике аномальных зон наподобие Бермудского треугольника. По одной из версий, причиной исчезновения кораблей и самолетов на Бермудах является именно метан. Этот газ не растворяется в воде, поднимаясь в виде огромного количества пузырьков. Вода теряет плотность, и корабль проваливается в нее, как в болото. Приблизительно то же самое происходит и с воздухом. Насыщенный метаном, он не удерживает самолеты. От недостатка кислорода глохнут двигатели, а пилоты теряют сознание. Две тысячи километров болот простираются от Баренцева до Восточно-Сибирского моря. Они тоже вносят свой вклад в метановое одеяло. Метан, выделяемый из них, незаметен. Этот тайный враг способен на целое столетие приблизить климатический апокалипсис. И вот последнее открытие ученых. На севере Западной Сибири обнаружили, можно сказать, сделали открытие, что наиболее опасными с точки зрения метана являются небольшие зародышевые озера. Мы их назвали эмбрионическими, которые только появляются в силу таяния мерзлоты. И тут же начинается в них в условиях бескислородных разлагаться органика. И тут же выделяется метан. А эти озера никто не учитывает и не включает в климатические модели, потому что они находятся даже за пределами разрешения спутниковых имиджей. Эти эксклюзивные кадры по телевидению показываются впервые. В 2012 году в Сибири установилась аномально жаркая погода. И природа смоделировала ситуацию, которая станет обычной здесь уже через несколько лет. В тундре образовались миллионы мелких озер. Там принцип очень простой. Как только появляется небольшая лужица в мерзлом торфе, в ней начинает разлагаться органическое вещество. Без доступа кислорода это органическое вещество превращается в метан. Он начинает поступать в атмосферу. Поэтому все новые, свежие, наиболее молодые водоемчики, которые миллионами появляются в тундре, в связи с тем, что просто теплее становится, в связи с тем, что тает так называемый деятельный слой, активный слой, который оттаивает каждое лето, все это обводняется и тут же начинает парить метаном. В 2014 году нефтяники облетали полуостров Ямал на вертолете. В 30 километрах от Баваненковского месторождения они посмотрели вниз и не поверили своим глазам. Там, где была ровная тундра, образовался огромный кратер. Его ширина превышает 30 метров, а глубина 80. Очевидно, что произошел мощный взрыв. На место аномалии прибыли ученые. Среди версий называли падение метеоритов и даже деятельность инопланетного разума. Но оказалось, причиной взрыва, разворотившего Землю, является именно метан. Взрывы метана, крупных линз метана, они время от времени происходят. И вот недавние ямальские кратеры, огромные, которые обнаружены на полуострове Ямал, во многом необъяснимы. Это как раз, может быть, новые формы взрывных выбросов метана. 14 июня 2015 года. Тропический ливень с градом превратил в реки улицы Тбилиси. Полностью затоплен зоопарк. Полиция ведет поиски львов, тигров, медведей и волков. По улицам плавают крокодилы. Спецназ отстреливает хищников. Погибло 19 человек. Больше 20 тысяч остались без электричества. Ущерб власти оценили в 22 миллиона долларов. В эти же дни небывалые наводнения произошли в Абхазии и Сочи. 8 сентября 2015 года. Над территорией возник смерч. Набирая силу, он прошел через весь Ближний Восток. Пять человек погибло от удушья, несколько тысяч попали в больницы. Тонны песка обрушились на Ливан, Израиль, Турцию и Кипр. Внезапно день превратился в желтую удушливую тьму. Чем теплее океан, тем больше вероятность появления таких явлений, как тайфуны, ураганы и так далее. То есть, они зарождаются на контрастах между перегретым, скажем, или очень теплым океаном и, скажем, более холодным, прилегающей сушей и так далее. Вот. И частота этих явлений, да, действительно растет и мощность за счет того, что вот более высокая температура океанов, в тех районах, где они зарождаются. Пылевые бури в Ираке и Сирии случаются в это время годы регулярно. Но никогда они не проходили такие расстояния. Причина в изменившихся воздушных потоках. Они формируются над океаном в районе экватора. Тепло с экватора доходит даже до Арктики и ускоряет таяние ледников. Весной северные моря освобождаются ото льда на месяц раньше привычных сроков. Без ледяного зеркала они сильнее нагреваются солнцем и испаряются. В результате над Арктикой создается зона высокого давления. Воздух устремляется на материк и останавливает поток, идущий от экватора. Получается невидимая стена. Из-за этого образуются вот эти непривычные, необычные волны холода или волны сухой жары. Например, в 2012 году в Российской Арктике и в Российской Сибири наблюдалась катастрофическая засуха. И, естественно, была очень тяжелая пожарная обстановка. В 2015-м жаркий сухой воздух завис над Сибирью. Результатом стали невиданные пожары. Эти апокалиптические кадры сняты на озере Байкал. Среди солнечного дня на корабле приходится включать свет. Дым превращает день в ночь. По берегам Алая Зарева огня. По данным космического мониторинга, в Иркутской области и Бурятии за июль-август 2015 года сгорела до полутора миллионов гектаров земель. Это в тысячу раз больше площади Москвы. Видимый на космических снимках шлейф дыма от горящих вокруг Байкала лесов вытянулся на тысячу километров и достиг Енисея. Летучие частицы, из которых состоит дым, ученые называют аэрозолем. Их зафиксировали в Томской и Новосибирской областях. Этот прибор называется Лидар. Раз в месяц ученые Института оптики атмосферы устанавливают его на самолет и поднимают на высоту восьми тысяч метров. Потому как луч отражается рассеянной частицами, они оценивают содержание аэрозоля в воздухе. Здесь представлен рисунок высотного распределения аэрозоля в атмосфере. который образован в результате пожаров на Байкале. То есть можно видеть мощный такой сигнал в приземном слое атмосферы. В этой уникальной камере ученые могут смоделировать любой дым. Определить, сколько и каких газов будет выброшено в атмосферу. И к каким последствиям это приведет. Если у нас очень много дыма выделилось в атмосферу, соответственно у нас появляется в некотором смысле экран на какой-то высоте в атмосфере. И он блокирует доступ солнечной радиации до Земли. И мы тем самым получаем меньше энергии солнечной. И как следствие тепла. Есть и обратный эффект. Во время сибирских пожаров 2012 года на большей части гренландского ледяного щита происходило небывалое таяние льда. Поскольку сажей в дымах достаточно большое количество, приходя туда, в Арктику, он может осесть на снег, на льды. Что это значит? Значит у нас лед почернеет, и солнцем он будет легче растапливаться. То есть может привести к таянию. Что естественным же образом не может не найти отклик в климатическом балансе нашей планеты. Это снимки пожаров из космоса. Хорошо видно, как дым поднимается на высоту до 12 километров и уносится в сторону Арктики. Пожары бушевали два месяца, несмотря на все усилия спасателей. Справиться с такими пожарами может только сама природа. Поднимающееся вверх тепло должно вызывать конденсацию влаги и дождь. Но в последние годы этот естественный механизм перестал работать. Природа не хочет себя спасать. И это еще один недобрый знак. У нас меняется радиационный режим, меняется температура, меняются возможности возникновения осадков. Они вообще могут быть перекрыты. Вот этот путь тушения пожаров естественный. И такие вещи наблюдаются в Якутии, например, когда все условия для возникновения выпадения осадков вроде бы есть. И всегда раньше они наблюдаются, сейчас нет. Эти жуткие кадры лесного пожара сняты в Астраханской области. Здесь летом выгорела значительная часть национального биосферного заповедника. Звери и птицы горели заживо. Причина все то же отсутствие воды. Волга уже не великая русская река. Это обмеление рек в европейской части России, обмеление Волги. Причем на всем протяжении неизвестно, что делать. Гидроэнергетики воду держат. Вот возникает вопрос, как ее расходовать, спускать или не спускать водохранилище, как мы пройдем зимний пик потребления электрической энергии. Но причина, конечно же, в том, что всем воды не хватит. По прогнозам ученых, к 2030 году количество воды в реках Европы уменьшится почти вдвое. Катастрофические засухи будут в Италии, Испании, Португалии, Андорре, Франции и на всем Балканском полуострове. Питьевой воды уже сегодня не хватает в Индии и Китае. Африканские пустыни разрастаются на 100 километров в год. Совсем скоро смертельная жажда настигнет 250 миллионов человек. Водный кризис может привести к очень серьезным и глобальным последствиям в том числе. Включая там миграции больших, огромных, так сказать, количеств людей из стран, где невозможно дальше продолжать сельское время. Просто жить невозможно становится где-то. Эти проблемы потихонечку уже начинают проступать и сейчас. И сейчас уже, если внимательно посмотреть на то, что происходит в мире, можно обнаружить некоторые, так сказать, конфликты или зарождающие конфликты, именно связанные с этим, с водой. Именно из-за воды свергли Каддафи и разыгралась война в Ливии. Еще в 60-х годах прошлого века в этой стране обнаружены два огромных подземных озера пресной воды. Воды в них примерно как в Черном море. Она скопилась под землей еще 10 тысяч лет назад. Тогда на месте Сахары простирались плодородные саванны, орошаемые частыми дождями и населенные слонами и жирафами. 6-7 тысяч лет тому назад Сахара была обводненной. Там многочисленные рисунки, где охотятся на крокодилов, на гиппопотамов. Это все Сахары. Вот Сахара опять вернется к этому времени. Поэтому, я думаю, разрушаются правительства практически все эти революции, которые прошли от Марок, от Туниса и так далее, Ливия, Египет. С целью сменить старое правительство с тем, чтобы землю они продавали как можно дешевле. Мигранты будут из тех стран, где резко повысится уровень моря. И также из тех стран, которые в будущем станут пустынями. Это Испания, Италия, Греция. Страны, которые больше всего пострадают от глобального потепления, которые станут пустынями и пустынными. Вся погода Европы напрямую зависит от уникального природного явления течения Гольф-стрима. Это главная печка всего северного полушария Земли. Механизмы работы прост. Течение забирает теплую воду от экватора и несет ее по поверхности Атлантического океана на север, вплоть до Мурнадска. Оно сначала течет вдоль восточного побережья Северной Америки, потом вот здесь перед Гренландией примерно заворачивает на восток и вдоль Гренландии, мимо Исландии и Великобритании заканчивается оно в Баренцевом море. Оно приносит сюда теплую воду. Объем этой теплой реки в океане сложно себе представить. В секунду течение переносит 50 миллионов кубометров воды. Это в 20 раз больше, чем все реки мира. По дороге теплая вода обогревает воздух, который западными ветрами переносится в Европу. В результате температура местами на 15-20 градусов превышает обычную для этой широты. Гольфстрим греет все восточное побережье США и Канады. Так было до 2010 года, когда в самом сердце Гольфстрима в Мексиканском заливе произошла техногенная катастрофа. Катастрофа 20 апреля 2010 года это крупнейшая в истории человечества нефтяная катастрофа, когда хлынула нефть с дна Мексиканского залива. Нефть хлынула с таким дебетом, что достаточно опытная Бритиш Петролевым, которая одна из ведущих компаний мира, не смогла справиться с этой катастрофой. Человече-надз погибло из 170, из 120, которые работали на этой платформе. И где-то 90 дней вот это вот гигантское пятно расплывалось. Но главная проблема оказалась даже не в самом пятне. Нефтяная компания пыталась скрыть масштабы аварии и спрятать нефть на дне океана. С самолетов над морем распылили огромное количество химии. В результате нефть действительно опустилась на дно. Разделив мощное течение на множество мелких потоков. Сегодня Гольфстрим переносит на треть меньше тепла, чем до катастрофы. И продолжает слабить. Гольфстрим по-прежнему не восстановился. И сейчас вряд ли восстановится, судя по всем данным. Если минимум маундера, эта солнечная активность не усиливается, а она не усиливается, то в принципе никаких предпосылок для быстрого восстановления природы нет. И этот год практически однозначно показывает, что по обе стороны Атлантики эти катастрофы идут. Прямым следствием той аварии стало изменение воздушных течений. И над Россией установилась невероятная жара. В 2010-м мы получили жуткую совсем 50-дневную аномалию в Москве, когда горели торфяники, когда температура была 36-35 градусов. В то же время на Европу обрушились невиданные до этого дожди. Атлантические циклоны накрыли Польшу, Венгрию, Чехию, Словакию и Германию. Ученый уверен, вслед за страшными наводнениями в Европу придут катастрофические морозы. Зимой в ряде стран температура может опускаться до минус 40 градусов. Из-за ослабления Гольфстрима холодный воздух Арктики начинает все глубже заходить на материк. Такие природные катаклизмы неминуемо приведут к социальным и экономическим потрясениям. Европейцы обязаны будут утепляться, поскольку строительство в один кирпич и безфундаментное практически там уже скоро проходить не будет. Я так прибрасывал, они должны будут потратить не менее, только Европу, Америку я даже не прикидывал, потратить не менее где-то 15-18 триллионов долларов на вот эти дополнительные другие расходы. А сейчас проблема переселения народов, которые они сами себе создали. у них на уровне банкротства Италия, Португалия, Дугреция, это вообще. Уже сегодня Европа вынуждена тратить на беженцев миллионы. Селить их просто негде, так что с наступлением холодов разразится настоящая война за тепло. Новые европейцы с боем будут брать каждое отапливаемое помещение, которых в непривыкших к холодам Европе не так и много. Восьмое августа 2015 года. Тайфун Соу-Деллар полностью накрыл Тайвань. Разрушена энергосистема острова. Без света осталось почти 2 миллиона человек. Четверо погибло, более 50 получили увечья. 31 августа 2015 года. На Уссурийск обрушился тайфун Гони. За 8 часов выпала месячная норма осадков. Практически уничтожен зоопарк. Животные утонули в запертых клетках. Полностью затоплен центр города и около десятка окрестных деревень. Без света остались более 10 тысяч человек. Синоптики назвали тайфун самым разрушительным за последние 20 лет. Археологи уверены, изменение климата на земле неизбежно. Им точно известно, потепление и похолодание в истории нашей планеты происходили постоянно. здесь показаны как раз скелеты динозавров найденные на юге Сибири которые жили примерно около 120 миллионов лет назад. допустим для Сибири зимние температуры в минус 30 и в минус 40 не являются так скажем запредельными а вполне нормальные температуры то для времени динозавров это конечно температуры неприемлемые то есть скорее всего в это время температуры были от плюс 5 до плюс 30 может быть даже плюс 40 с достаточно мягким таким в течение года климатом. Представить климат планеты в ту далекую эпоху современному человеку достаточно сложно. нигде на земле нет льда тепло и влажно в мире доминируют рептилии останки динозавров находят даже в Антарктиде появляются первые мелкие млекопитающие а цветковые растения растут по всей земле у нас сейчас климат в течение года очень такой резкий да то есть у нас довольно суровая зима и довольно жаркое лето а вот в том же юрском периоде и в меловом потом климат был весьма скорее всего сглаженным то есть годовые амплитуды температур были ну так скажем не очень с большим разбросом то есть скорее всего колебания температур были в пределах плюсовых и зима была ну так скажем теплее даже наверное чем в Сочи но при этом лето вряд ли было очень засушливым благоприятный мягкий климат продержался на земле 120 миллионов лет это было прекрасное время для эволюции на планете развелись гигантских размеров ящеры весом в 40 тонн бронтозавры объедали высокие деревья земной рай погубило космическое тело оно врезалось в землю в районе полуострова Юкатан 66 миллионов лет назад кратер между Северной и Южной Америкой там его тоже обнаружили этот кратер рассчитали и все это делается не просто как говорится берется с потолка а космические тела привносят на землю и вот в эти выпадающие слои много редкоземельных элементов тяжелых элементов в частности иридий титан 10-ти километровая глыба врезалась в землю со скоростью 72 тысячи километров в час выбоина диаметром 180 километров хорошо видна из космоса произошло можно сказать планета трясень мощностью в 13 баллов через весь земной шар прокатились километровые цунами разом проснулись все вулканы загорелись леса поднявшаяся в небо смесь гари и воды пролилась на землю кислотными дождями солнце на несколько лет скрылось за плотным слоем облаков материки пришли в движение средняя температура земли упала на 20 градусов суша и океан покрылись льдом вместе с динозаврами погибло большинство живых существ и в море и на суше примерно около 30 миллионов лет назад то есть это уже кайнозойская эра самое крайнее южное положение занимает Антарктида и как раз вот примерно с этого момента она покрывается льдом и надо сказать что после этого она вот 30 миллионов лет так и остается покрытая льдом после катастрофы рай на земле исчез планету стало регулярно кидать то в жар то в холод климат резко менялся на смену похолоданиям приходили потепления в конце 20 века во льдах Антарктиды российские и американские полярники пробурили скважины глубиной в 3 километра изучив изотопный состав льда ученые получили данные о составе атмосферы и температуре в разные периоды жизни планеты за последний миллион лет земля пережила 6 крупных ледниковых периодов каждый длился от 80 до 100 тысяч лет затем с четкой периодичностью наступало теплое межледниковье оно гораздо короче от 10 до 20 тысяч лет здесь перед нами скелет шерстистого носорога который является современником мамонта и жил в пределах Евразии очень широко его южная граница обитания была и в среднем Казахстане и даже в Италии известной находки то есть это как раз показатель такого холодного достаточно сухого климата примерно в последние ну допустим от 100 до где-то 10 тысяч лет назад то есть как раз вот довольно-таки суровые условия зима могла продолжаться не 6 месяцев а например 8 а то и 9 месяцев в году в 1955 году при строительстве завода на окраине Владимира была сделана уникальная находка экскаватор наткнулся на следы большого поселения людей которые жили здесь 25 тысяч лет назад по сохранившимся захоронением археологам удалось восстановить одежду жителей древнего города там такая прямо полярная одежда то есть зачехленная вся с капюшоном с варежками сапогами там по полной программе то есть там было холодно но вот они охотились на северных оленей зимой температура тогда доходила до минус 60 помимо северных оленей люди охотились на мамонтов их костями топили печень самым северным местом обитания человека того времени была Зарайская стоянка сегодня это юг Московской области дальше был только ледник но это когда был максимум оленения когда вот я говорю ледник лежал там фактически в Московской области уже а на территории какой-нибудь Карелии там в принципе ничего не было потому что там 2 километра толщиной ледник лежал возможно ли возвращение ледника в средние широты ученые убеждены что да приблизить же эру оледенения Европы как ни странно может глобальное потепление оно окончательно убьет гольфстрим ледники тают в том числе гренландский щит вот та пресная вода которая уходит с гренландских ледников она просто притопила там увела на глубину теплые теплые воды гольфстрима которые идут с мексиканского залива все четко по законам физики пресная вода легче соленой поднявшись вверх она перережет путь теплому течению гольфстрим замкнется кольцом между Африкой и Южной Америкой Европа замерзнет а северные берега США и России смоет в море из-за повышения температуры они перестанут быть твердыми то есть количество дней когда нету ледового покрова оно увеличивается и море потихонечку подъедает вот ту вечную мерзлоту которая складывает в том числе наши берега речь о десятках тысяч гектар которые страна теряет ежегодно и скорость этих процессов тоже будет расти Аляска город Нюток на берегу Берингового пролива с населением в 370 тысяч человек уходит под воду целые деревни вынуждены переселяться потому что они страдают от водной эрозии почвы ледник откалывается от берега дайфует в океане и это вызывает штормы штормы ускоряют процесс эрозии почвы потому что до этого лед предохранял почву от эрозии я слышал что эрозия вымывает около 40 метров почвы каждый год Нюток окажется под водой уже в 2017 году переселение его жителей обойдется американскому бюджету в 130 миллионов долларов по данным ООН уже сегодня число климатических беженцев увеличивается на 40 миллионов человек в год если весь гринландский лед растает то уровень воды мирового океана поднимется на 8 метров катастрофически для всех островных государств и для всех брежных государств всех государств у которых на берегу находятся важные инфраструктуры у которых в общем-то большинство сначала уровень мирового океана поднимется на полтора метра этого хватит чтобы затопить Санкт-Петербург полуостров Ямал часть северной Германии и Голландии дельты Нила и Ганга 17 миллионов жителей Бангладеш будут вынуждены покинуть места своего проживания Если представить что Гренландия и Антарктида растают то мы получим порядка плюс 50 метров повышения мирового уровня мирового океана Полностью уйдут под воду Дания и Нидерланды Вода затопит крупные прибрежные города Нью-Йорк Шанхай Сингапур С лица земли исчезнут Лондон Венеция штат Флорида и все атлантическое побережье США Под водой окажутся Буэнос-Айрес побережье Уругвая большая часть Парагвая От островных государств типа Мальдив не останется и следа 11 июля 2015 года Тайфун Чанхом уничтожил целую китайскую провинцию к югу от Шанхая Ветер со скоростью 160 км в час вырвал деревья снес с крыши перевернул сотни машин Непрерывный ливень был похож на мощный водопад Ущерб составил 330 миллионов долларов А вот жертв удалось избежать Благодаря своевременному прогнозу китайцы заранее эвакуировали из зоны бедствия около 1 миллиона человек Во всех религиях говорится о всемирном потопе и на востоке и на западе именно вода уничтожала грешные миры Прямым доказательством реальности тех исторических событий можно считать останки Ноева ковчега в Казахстане на горе Казыгурт А на Казахстане прямо останки большого такого ковчега корабля и в Благодарстве Ной после как наступил в землю он уже вспоминая о своих предках потому что человечество разделилось с этого момента уже на две большие на раздом большой до потопа на истории человечества и после потопа наша история человечества Еще один корабль обнаружен на горе Арарат В 1916 году его с самолета увидел русский пилот Росковицкий С тех пор провели несколько экспедиций Они подтвердили наличие обломков судна на Арарате и соседней горе Джубель-Джуди Недаром у всех народов горы считались священными Именно там удавалось спастись от всемирного потопа К тому же в горах находят дольмены Загадочные постройки которые явно не принадлежат нашей цивилизации Дольмены встречаются на британских островах они встречаются на берегах Ла-Манша в Анталии на Кавказе от Анапы до Сухуми на южных и северных склонах а также в Индии Корее и даже в Сибири стали находить дольмены Исследователи уверены цивилизация построившая дольмены обладала великими знаниями Вокруг этих сооружений никогда не находили примитивных орудий труда Каменные глыбы подогнаны так точно что между ними нельзя вставить лезвие бритвы Камень обрабатывался каким-то другим немеханическим способом недоступным нам Какая-то древняя процивилизация связанная с космосом строила дольмены и видимо придавала им огромное значение поскольку когда эта цивилизация исчезала как это было на Махе или у нас на Красной Поляне дольмены засыпались с землей это была огромная работа Доходила ли вода до уровня кавказских дольменов сказать сложно построившая их цивилизация не оставила больше никаких следов вероятно ее исчезновение также связано с одной из климатических катастроф Во все периоды истории Земли существовала четкая закономерность море наступало во время потеплений и отступало в ледниковые периоды во времена холодов испарившаяся с поверхности океана вода оседает на полюсах толщина льда там измеряется километрами отступившие моря оголяют большие территории плодородных земель на которых возникают города это Таманский полуостров на дне Черного моря находится древний город Патрей Люди занимались земледелием прежде всего потому что плодородные почвы люди занимались скотоводством то есть они обеспечивали себя целиком есть останки кузнечных ремесленных мастерских в пятом веке до нашей эры город порт Патрей основали греки когда-то он находился на берегу и был главным портом Черноморского побережья сегодня его исследуют подводные археологи именно здесь морские суда которые занимались экспортом из Греции чаще оливок и вина перегружались уже на плоскодонные суда либо на какой-то божевой транспорт и уходили в блок материка о погоде в те времена можно судить по сохранившимся жилищам людей это были небольшие каменные дома с толстыми стенами внутри каждого находился очаг то есть значительную часть своих сил и времени людям приходилось тратить на обогрев такие подводные города находятся по всей земле у берегов японского острова Йонагуни найдены величественные постройки из хорошо обработанных каменных блоков в Греции на 4 метровой глубине лежит город Павлопетри он был построен за 2000 лет до нашей эры а это Александрия город основан в 332 году до нашей эры Александром Македонским главный морской порт и второй по величине город Египта торговый культурный и научный центр древнего мира значительная часть города в наше время скрыта под водой сегодня по предположениям ученых египтологов которые занимаются там в том числе и профессор Белов Галинсана наш ведущий специалист в этой отрасли склоняются к тому что уровень воды в 4 веке до нашей эры относительно сегодняшнего дня был ниже на 6-8 метров Александрия погрузилась на дно 21 июля 365 года тогда произошло мощное землетрясение был разрушен знаменитый Александрийский маяк одно из семи чудес света 180 метровая мраморная башня на вершине которой непрерывно поддерживали огонь через тысячу лет в 1375 году произошло еще одно землетрясение берег опустился в считанные минуты на дне оказался дворец Клеопатры погибло около 50 тысяч человек 9 сентября 2015 года мощнейшее землетрясение магнитудой 8,3 десятых балла произошло в Чили погибло 13 человек шестеро пропали без вести до трех тысяч остались без крыши над головой по разрушительной силе оно немного уступило предыдущему землетрясению тогда магнитуда составила почти 9 баллов а образовавшаяся волна цунами стала причиной гибели 500 человек историки доказали землетрясение многократно меняли очертания материков и климатические условия планеты происходило это практически мгновенно так уже совсем недавно в конце 17 века на дне оказался знаменитый пиратский город Порт-Ройл по спорт-роялям вообще все произошло буквально там за считанные минуты потому что американский подводный археолог Эдвард Лин когда он начал работать там на раскопках он нашел часы которые остановились на 11.20 потому что личные вещи были брошены были брошены монеты то есть люди не собирались пешки не покидали своих домов просто как вот пришла беда в одночасье так она и наступила историкам удалось найти письменные свидетельства землетрясения в Порт-Ройле 7 июня 1692 года земля поднялась и вздулась подобно морской воде начала трескаться и поглощать людей сжала их как бы ужасными челюстями из которых торчали только головы суда в порту сорвались якорей и с треском сталкивались между собой трупы из размытых могил плавали рядом с жертвами катастрофы эти слова написаны более 300 лет назад но они почти полностью дублируют сюжеты новостей всего десятилетней давности именно так 26 декабря 2004 года журналисты описывали последствия цунами в Таиланде тысячи отдыхающих наслаждались утренним солнцем на пляжах когда волна высотой с пятиэтажной дом накрыла побережье ее разрушительная сила оказалась мощнее всех бомб сброшенных во время Второй мировой войны в некоторых местах волна прошла на два километра вглубь материка она несла машины рекламные стенды разрушенные дома погибло до 300 тысяч человек все кто в этот момент оказался на улице причина смещение литосферных плит на дне Индийского океана именно оно вызвало землетрясение и цунами этот цунами стало самым страшным в современной истории но далеко не последним 18 сентября 2015 года некоторые западные СМИ опубликовали заявление о грядущем сильном землетрясении президент ассоциации сейсмологов Гарвардского университета Дэвид Шварц предупреждает территорию Северной Америки ожидают толчки силы в 9,2 балла по шкале Рихтера именно такое произошло на дне Индийского океана прогноз обещавший катастрофу на 24 26 сентября не сбылся но это лишь небольшая отсрочка разлом между Тихоокеанской и Североамериканской литосферной плитой это бомба замедленного действия и она обязательно рванет не так давно интересную гипотезу о природе землетрясений выдвинули астрофизики спусковой крючок который приводит в движение литосферной плиты находится за пределами Земли постоянно в нашей галактике и за ее пределами происходят взрывы сверхновых и другие явления космического порядка которые дают всплески гамма-излучения рентгеновского излучения других видов случаях по одной из версий именно взрыв сверхновой звезды стал причиной глобальных катастроф которые Земля переживала в середине 18 века неопровержимые доказательства предоставили биологи они и выяснили в 1774 году наша планета получила настоящий космический удар годовые кольца этого периода сияют радиоактивным изотопом углерода 14 на волну космической энергии Земля ответила знаменитым Лиссабонским землетрясением подземные толчки и цунами тогда полностью разрушили столицу Португалии за 6 минут погибло порядка 100 тысяч человек но землетрясение далеко не самые страшные последствия космических взрывов доказано что взрыв сверхновой звезды на расстоянии до 25 световых лет может уничтожить озоновый слой планеты Земля озоновый слой нас защищает в первую очередь от Солнца от излучения от целого спектра солнечного излучения и от дальних космических излучений если направленный пучок рентгеновского или другого какого-то радиоактивного воздействия сдует сорвет оболочки защитные из планеты Земля то конечно вся биота пострадает вся наша жизнь изменится и останутся самые примитивные формы это вирусы бактерии водоросли сине-зеленые одноклеточный организм последний раз на опасном расстоянии от Земли звезда взорвалась 450 миллионов лет назад это привело к ордовикскому вымиранию тогда по оценкам ученых погибла большая часть всех биологических видов для современной Земли подобную опасность представляет звезда Бетельгейзе красный сверхгигант в созвездии Ориона размеры этого космического тела сложно представить Бетельгейзе больше нашего Солнца в 300 миллионов раз на зимнем и весеннем небе вечернем весеннем небе большинство людей обращали внимание на три звезды которые мы видим на экране три звезды пояса астероидов пояса ориона извиняюсь и найдя на небе эти три звезды легко найти Бетельгейзе она находится выше левее и видна бросается в глаза именно своим красноватым светом в 1980 году в Китае были обнаружены записи астрономов первого века нашей эры они описывали Бетельгейзе как белую звезду в левом углу созвездия Ориона спустя 250 лет Птолемей называл ее желто-красным объектом красный цвет звезды которые астрономы видят сегодня говорит о том что она скоро взорвется увидеть это событие можно будет невооруженным глазом ярчайшая звезда которая гораздо будет ярче луны светить конечно менее ярко чем солнце вот в этом промежутке если говорить грубо и из-за того что она будет настолько ярка свет звезд остальных будет практически ночью незаметен то есть ночью будет так же светло как в пасмурный день впрочем главное действие этого космического театра наблюдать невозможно при взрыве звезды произойдет огромный выброс радиации по данным астрофизиков он будет сосредоточен в виде двух узких лучей поскольку Бетельгейзе находится на расстоянии 500 световых лет от земли шансы попасть в эпицентр этого луча ничтожно малы но если это произойдет то человечество ожидают не лучшие времена лучевая болезнь поражает в первую очередь костный мозг формирование эритроцитов люди будут вымирать в течение полугода трех лет в очень большом количестве и такая такой сценарий может нас ожидать и это не единственная угроза которую несет нам космос именно с падением астероида было связано самое большое вымирание в истории планеты пермская произошло столкновение с телом которое по размерам оно порядка там в несколько раз меньше луны но в результате этого произошло пробивание земли аж практически до коры после этого произошли громадные излияния магма поднималась и вот она по существу спекла сибирскую платформу поэтому она очень надежная не подвержена землетрясениям в то же время она эту платформу сдвинула поэтому у нас наша платформа слегка вот сибирская погружена под ледовитый океан вот мы как раз доказываем что северный полюс и севера это наши потому что она притоплена а сзади как бы в тыловой части образовались разломы вот которые создали озеро Байкал вот эти глубинные трещины это была настоящая планетарная катастрофа выгорела значительная часть кислорода пыль пар от испарившегося океана и вулканический пепел на несколько лет скрыли землю от солнечного тепла все что осталось живым после самого удара уничтожило глобальное оледенение на то чтобы оправиться от катастрофы земле потребовалось до 30 миллионов лет новая космическая укза для земли астероид апофис булыжник диаметром 325 трав и весом в 26 миллионов тонн 9 января 2013 года он пролетел на расстоянии 14 миллионов километров от земли следующее сближение произойдет 13 апреля 2029 2029 года апофис он пролетит не очень далеко от земли и от между землей и луной но после этого его орбита изменится и вот рассчитать точно как он как она изменится и во второй прилет он может попасть в землю дата возможной катастрофы хорошо известна любителям астрономии 13 апреля 2036 года сила столкновений может составить 65 тысяч хиросимских бомб этого с лихвой хватит чтобы полностью стереть с лица земли небольшую страну и вызвать цунами высотой в несколько сотен метров ну и удар это может быть сотни километров это в принципе для планеты это не страшно 100 километров зона будет допустим превращена в пустыню но климатические последствия там последующая там ну квазиядерная зима изменение химического состава воды которую станет нельзя пить если там будет много растворено там серной кислоты и все вы понимаете что жизнь начнет меняться 9 января 2015 года аномальные морозы в США в штате Мэн минус 40 в зоопарках в помещениях прячутся даже пингвины в Нью-Йорке где снег зимой большая редкость минус 12 в Вашингтоне от мороза потрескались железнодорожные рельсы в жаркой флориде замерзли фонтаны ущерб экономики США составил до 5 миллиардов долларов изменение климата на земле неизбежны последние десятилетия американские спутники фиксируют снижение скорости движения солнечной системы вокруг центра нашей галактики но в последние годы роль так сказать космических сил в этих во всех процессах климатических становится все более очевидной пространство между планетами и звездами не пустое оно заполнено потоками всевозможных частиц в разных местах они имеют разную плотность в данный момент своего космического путешествия Земля пересекает рукав Ориона образно это пространство можно представить как легкий туман солнечная система может входить в какие-то туманности которые перекроют вот это солнечное излучение то есть грубо говоря запыленность будет космического пространства количество тепла поступающего на Землю упает и наступит оледенение галактика влияет на активность самого солнца именно так можно объяснить странные перемены которые в последние десятилетия происходят с нашей звездой прислушайтесь этот звук издает солнце на земле голос солнца можно услышать только с помощью сложнейших приборов по нотам этой музыкальной композиции ученые могут судить об активности светила каждый аккорд это вспышка выброс огромного количества энергии в последнее десятилетие космическое радио передает такую музыку реже и реже геофизики построили математическую модель по их расчетам такая же ситуация наблюдалась в 17 веке с 1630 по 1710 год был период маундерского минимума в это время солнечных пятен было очень мало и сопровождался этот период похолоданием особенно чувствительным в Европе в Париже снег не таял до конца апреля исторические хроники описывают этот период как время глобальных социальных потрясений революция во Франции голодные бунты в Швейцарии и Германии картины художников 17 века донесли до нас виды скованной льдом Темзы и замерзшего Балтийского моря в летние месяцы могли быть даже отрицательные температуры и по свидетельствам уже историческим происходило даже замерзание рек ну допустим та же Темза замерзала летом чуть ли не в июле месяце например Москва-река замерзала летом и на ней даже на коньках катались В первой половине 19 века немецкий астроном Генрих Швабе открыл 11-летние циклы активности Солнца Во время этих циклов количество пятен на звезде то увеличивалось то уменьшалось В 20 веке этот механизм исправно работал но сегодня ученые оказались перед лицом невиданного явления пятна на Солнце исчезли а с наступлением нового цикла не появились веками работавший механизм перестал функционировать Оно стало менее предсказуемо то есть эти пятна образовываются образуются очень большие пятна или наоборот они полностью исчезают и мы видим чистое Солнце но эти циклы перестали укладываться вот в эти 11-летние периоды с 2008 года пятна на Солнце появляются в два раза реже чем за все время наблюдения в 20 веке а значит сегодня Земля получает энергии не больше чем во время прошлого малого ледникового периода ученые всего мира дружно предсказывают похолодание однако температура Земли продолжает расти и единственная причина этого парадокса человек 5 октября 2015 года ураган Хаукин стал причиной трагедии которую американцы назвали наводнением века в штате Южная Каролина президент Обама объявил чрезвычайное положение разрушена инфраструктура погибло 8 человек метеорологи утверждают что такое количество осадков в этом месте выпало впервые через 5 дней 10 октября еще одно наводнение накрыло территорию Франции на Лазурном берегу за 3 часа выпало 2 месячные нормы осадков потоки воды мгновенно затопили тоннели и подземные парки погибло 13 человек эксперты межправительственной комиссии по климату утверждают причиной частых природных катаклизмов стал парниковый эффект выделение парниковых газов в атмосферу было всегда но никогда разогрев земли не происходил так быстро все дело в массовой добыче и сжигании углеводородов миллионы лет накапливались эти растения и прочие в виде угля нефти и так далее а теперь мы очень интенсивно их сжигаем и естественно возвращаем в природу тот углекислый газ мы взяли энергию себе а углекислый газ мы отправили в атмосферу и это очень интенсивно идет этот процесс именно поэтому такая скорость нарастания за сотни миллионов лет на планете сложился четкий механизм переработки углекислого газа где углекислый газ СО2 естественная часть климатической системы а главным потребителем его был и остается мировой океан он поглотитель пока еще он пока еще за счет биоты поглощает углекислый газ и захоранивает его потому что вот эти все как растения и так далее в океане себе панцирь делают из кальций СО3 они связывают С и вот в виде ракушек опускают на дно океан пока еще сток углекислого газа пока еще биота океана справляется то есть в обратную сторону он еще не выходит океан был в состоянии погдеть и переработать излишний СО2 в природе но сегодня человечество ежегодно добавляет в атмосферу почти 40 миллиардов тонн углекислого газа американские вулканологи подсчитали что это в 135 раз больше чем все вулканы планеты от такой нагрузки соленые океаны со временем превратятся в кислотные и рыба не сможет закисления жить но основное это все-таки первый старт который поглощает не рыба это вот фитопланктон это самые мелкие водоросли организмы которые и фотосинтезы и производят будут некомфортны и они перестанут существовать стало быть кормовая база у мелких рыб исчезнет а раз исчезнет мелких кормовая база мелких рыб значит и крупные рыбы исчезнут вполне вероятно что человечество в будущем ударится в вегетарианство к концу 21 века океан станет непригодным для жизни уже сегодня на берегах Азовского моря коммунальным службам приходится ежегодно захоранивать сотни тонн рыбы она просто задыхается от нехватки в воде кислорода из-за окисления океана все морепродукты могут исчезнуть с лица земли у нас под угрозой оказываются рифы потому что в кислой среде те рифы которые сложны кальцитами они просто будут растворяться любой кальций растворяется в кислоте это соответственно удар по рыбной промышленности потому что многие виды просто могут не выдержать более кислой среды эта же проблема коснется и пресноводных водоемов например Байкала в августе этого года управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии сообщило о массовой гибели ельца платвы и окуня причиной мора стало резкое повышение температуры воды леса как и мировой океан спасают нас от избытка углекислого газа старшее поколение нашей страны прекрасно помнит как в Советском Союзе собирали макулатуру это позволяло сберечь сотни гектаров леса сегодня переработка старых книг и газет стала делом невыгодным сиюминутная прибыль оборачивается многомиллиардными убытками от погодных катаклизмов наши леса это бариальные леса это вообще говоря самое мощное легкое в нашем полушарии в Канаде леса поменьше то есть у нас самое большое легкое плане нашего полушария которое очищает воздух поглощая углекислый газ выделяя кислород поглощая вот эти загрязнения которые в виде пылинок приходят на себя и так далее да наши леса перестали справляться уже будем говорить с той дозой повышенного содержания углекислого газа который приходит нам с западной территории этот самолет начало мы видим мы видим что из года в год идет рост и идет рост такой же как во всех других скажем регионах нашей нашего полушария будем говорить так воздух из российской сибири отправляют на исследование в Японию при помощи сложнейшей аппаратуры там проводится подробный изотопный анализ таким образом ученые могут определить откуда взялся тот или иной газ так называемые изотопы которые достаточно однозначно говорят о том естественного леона или антропогенного происхождения это тот самый углерод соответственно оценки они позволяют сейчас говорить о том что вот на сегодняшний день что начиная с середины 20 века влияние человека в изменениях средней глобальной температуры да и не только средней глобальной температуры но и температуры скажем на масштабах континентов и ряда других еще так сказать аспектов поведения климатической системы влияние человека является доминирующим сейчас на тех временных масштабах которые для нас представляют интерес масштабы уничтожения легких планеты хорошо видны на фотографиях из космоса вот так выглядят вырубки тропических лесов в Бразилии светлые полосы квадраты следы масштабного уничтожения деревьев по обе стороны дорог а это фотография острова Мадагаскар к настоящему моменту он лишился 80% всех своих тропических лесов лишенные естественной растительности почвы быстро размываются проливными дождями в результате местная река Бетсибока окрашивается в красно-коричневый цвет огромное количество углекислого газа сконцентрировано в первую очередь тропических лесах это Амазония бразильская это Индонезия это Африка из-за того что человек сводит эти леса в первую очередь для сельского хозяйства просто их выжигает вот то что матушка природа накапливала десятки тысяч лет сотни тысяч лет все это оказывается снова в атмосфере безвозвратно потеряна пятая часть всех лесов Амазонии если в нашей Сибири лесной пожар это стихийное бедствие то в Боливии население само выжигает джунгли под пастбище и сельское хозяйство человечество уничтожило не только леса но и моря вот так на снимках из космоса всего 35 лет назад выглядел главный водоем Средней Азии Аральское море я вот вырос на берегу Арала я подумал что это действительно как океан я знаю географию знаю что ограниченный водоем но все время мне показалось что он по своему характеру по своему виду он все-таки мне напоминал безбрежный океан казахский эколог Сайлубай Жубат Жубат Ирулы живет на берегу реки Сырдарья со времен его молодости река сильно обмелела но еще продолжает питать так называемый малый орал в отличие от другой реки Амударья когда-то она впадала в море со стороны Узбекистана сегодня Амударьи просто нет Амударья с той стороны с Каракалпаки которая с Узбекистана это самая полноводная река была вот оттуда большинство водоизмещений было в секунду которое текло в море это было большое дежели одна четвертая часть Сырдарьи бескрайняя соленая пустыня так Аральское море выглядит из космоса на земле пейзажи еще страшнее этот корабль назывался Алексей Леонов 35 лет назад он был плавучей базой крупного Аральского рыболовного флота Баймурат Тилиужанов в те годы работал в одном из многочисленных рыболовецких совхотов уловы были просто огромные у нас был тральщик мы уходили в море на неделе прямо в море связывались по рации с этим кораблем и перегружали на него тонны рыбы рыбы было столько что во время войны ее использовали в качестве топлива для паровозов она такая жирная рыба жерех тем более это была такая жирная рыба такая мороженые рыбы топили печку паровоз и он доезжал до Саксовурской дальше самое страшное что в 80-х сюда было доставлено более двух тонн готовых к расфасовке спор вирусов биологическое оружие захоронили где-то на острове говорят московские товарищи с собой забрали все эти координаты карты и тайны захоронения и мне кажется по сей день и узбекская сторона и казахская сторона не имеет полного представления что там где и как что находится в 1995 здесь работал американский батальон по обеззараживанию после этого людям сказали что остров опасности не представляет правда отчеты о тех работах тогда сразу засекретили так что подлинную картину теперь знает только спецслужбы США в Тихом океане экологическая катастрофа еще страшнее это только один из мусорных островов которые разрастаются день ото дня океанские течения сносят в зону между Калифорнией Гавайями и Аляской миллионы тонн мусора площадь этой помойки больше чем вся Америка медленно разлагаясь мусор отравляет все живое по данным Гринпис пластиковые отбросы в год убивают более миллиона птиц и морских млекопитающих человечество заваливает отходами даже космос в околоземном пространстве бесконтрольно носятся десятки тысяч фрагментов ракет списанных спутников и космических кораблей международная космическая станция регулярно уклоняется от обломков скорости в космосе таковы что даже сантиметровый кусок железа может прошить ее насквозь все эти примеры показывают для земли человек становится инородным телом в последнее время известные ученые считают нашу планету живым мыслящим организмом который рано или поздно не выдержит варварского отношения к себе нет сомнений в том что земля продолжит свое существование выживет нет никаких сомнений вопрос в том каков будет уровень развития цивилизации я занимаюсь не только экологией но и проблемами популяции я знаю что популяция саморегулируется и человечество так или иначе как любая популяция тоже саморегулируется я не знаю будем ли мы сами себя истреблять произойдет ли какая-то катастрофа случится ли геополитический конфликт что-то обязательно приведет к сокращению населения 7 ноября 2015 года Всемирная Организация Здравоохранения объявила об окончании эпидемии вируса Эбола в Сиерра-Леоне лихорадка заразила 30 тысяч человек 12 тысяч умер с этой заразой боролись полтора года такой эпидемии лихорадки Эбола не было на земле никогда после того как гром грянул вспомнили про доклад 2008 года сделанный обществом охраны дикой природы тогда Эболу называли одним из 12 климатических заболеваний ее вспышки прогнозировали после погодных аномалий будь то сильные ливни или наводнения или рекордная засуха общество охраны дикой природы предупреждало что многие животные станут переносчиками смертельного вируса в 2014 эпидемия началась именно с обезьян новые вирусы выходят из вечной мерзлоты они тысячелетиями хранились в почве весной 2014 года микробиологи нашли в Сибири самый крупный в истории вирус имя сенсации пифовирус Сибириум в замороженном состоянии он просуществовал 30 тысяч лет в лаборатории в Пущине ископаемая зараза стала размножаться как ни в чем не бывало самое ужасное что человек сталкивается с этим вирусом впервые а значит наша главная антивирусная защита иммунитет против него бессильна мы себе предполагаем что при 250 градусах 2 часа вирус может спокойно существовать его ничего не убивает а уж не говоря о том что допустим какие-то холодные во льдах или предположим в глыбе льда которая упала типа Чебаркульского метеорита может он там же существовать ученые до сих пор спорят можно ли отнести вирусы к живым организмам с одной стороны они имеют свой собственный генетический код сложную структуру из органических молекул и способность размножаться с другой стороны пока вирус не попал в живую клетку он не подает никаких признаков жизни у него нет обмена веществ что является основным признаком жизнедеятельности на земном шаре существует борьба за выживание это цепочка грубо говоря кто-то кого-то поедает и кто-то где-то как-то там живет вирус это как бы сказать объект который не может жить и питаться и размножаться вне клеток если говорить о тех допустим вирулентных опасных инфекциях которые попадают в организм и живут у нас в организме еще совсем недавно человечество считало вирусы примитивными размер самого крупного вируса не превосходил 100 нанометров а его ДНК насчитывало всего 10 лет сибирский вирус содержит 2500 гер то есть его возможности в 200 раз превосходят вирусы гриппа или герпеса фактически то же самое что сейчас более понятно компьютерный вирус да то есть там встроенные там 0 единичка 0 единичка могут вам выключить весь компьютер также и здесь этот самый там какой-то попеломка вирус попадая в наш организм может вызвать онкологическое заболевание транспорт на котором вирусы попадают на землю это метеорит в начале 21 века количество гостей из дальнего космоса увеличилось в разы 28 октября 2015 года астрономы Иркутского государственного университета сообщили о падении крупного космического тела в озеро Байкал правда само событие произошло еще 22 почему эту информацию скрывали целую неделю любопытно что метеорит родиной которого был пояс астероидов проник в атмосферу по довольно странной траектории сначала он догнал землю по касательной погасил скорость над Байкалом и упал в озеро практически вертикально именно такая траектория обеспечивала минимальное сопротивление атмосферы земли то есть наилучшую сохранность метеорита и принесенных им космических пассажиров примитивные формы жизни которые легко переживают воздействие космического пространства в первую очередь это вирусы которые вне тела это обычные кристаллы их можно кристаллизовать насыпать коробочку будет как поваренная соль как только они попадают в живую клетку это ложные программы которые приводят к гибели организма и как бы редукцией вот этих самых вирусов их становится все больше и больше поэтому вирусная опасность космическая тоже существует 7 сентября 2015 жители Азимирской области шокированы природной аномалией в середине осени во многих садах зацвели ял аномально теплая осень явный признак глобальных перемен в последние годы появилась шокирующая версия причины такого изменения климата кандидат технических наук лев похмельных уверен дело не в парниковых газах и таянии ледников водяной пар вулканы и болота были на земле задолго до появления человека но никогда не приводили к катаклизму главным фактором повышения глобального повышения температуры на земле является совместная работа континентальных сетей высоковольтных линий электропередач лев александрович разработал и испытал несколько установок способных повлиять на климат целого региона можно поднять температуру можно опустить температуру можно осушить атмосферу можно ее увлажнить за счет притока этой влаги извне с океана внутрь континента положительно или отрицательно заряженные ионы могут создавать в атмосфере области пониженного или повышенного давления создав низкое давление можно засосать влагу из океана высокая же может разгонять тучи когда мы помещаем ионы в атмосферу дополнительной эти ионы становятся центрами конденсации при конденсации воды на ионах выделяется очень большое количество тепла это тепло называется тепло конденсации его легко рассчитать сколько его выделяется эксперименты по управлению погодой начались в конце 80-х годов после развала союза в России эту программу закрыли а похмельных со своей установкой пригласили в мексику климат в этой стране южной америки очень нестабилен побережье страдает от тайфунов а внутри континента от засухи гибнут урожаи в 2008 году на остров Юкатан обрушился ураган Дин тогда был проведен уникальный эксперимент мы заранее видели этот ураган ураган шел издалека за тысячи километров с востока мы пригласили научную комиссию и заявили перед тем как этот ураган пришел на побережье что мы ославим этот ураган и он не принесет разрушений и все это произошло все это документировано поставлены печати есть свидетельства вот этой научной комиссии а это уникальные кадры израильского эксперимента на голландских высотах похмельных с мексиканскими коллегами построил три погодных установки здесь находятся главные водохранилища этой засушливой страны мы создавали поток влажного воздуха со средиземного моря на восток страны на эти в район расположение голландских высот и наполняли действительно до 100% наполняли эти водохранилища установки похмельных имеют в сотни раз меньшую мощность чем высоковольтные линии электропередач при проектировании лэп возможное влияние на климат даже не просчитывалось и результат налицо например в 1965 году была запущена высоковольтная линия волгоград донбасс напряжение 800 тысяч на этом спутниковом снимке видно как лэп задерживает облака очень четко видно как они достигают эту линию электропередач начинает ее обтекать с севера и с юга и стала вырезаться огромная площадь без осадков за последнее столетие человек опутал землю миллионами километров проводов земной шар в прямом смысле слова оказался покрыт сетью по этой сети постоянно текут токи разной величины и именно на их долю приходится значительный вклад в дело глобального потепления вспомним что в России быстрее всего теплеет в Сибири а именно на сибирских реках находятся самые мощные гидроэлектростанции впрочем по мнению изобретателя выход есть на каждый лэп надо установить специальные устройства первый патент я написал 10 лет назад устройство для ослабления воздействий восковольтных лидней электропередач на атмосферу сейчас второй патент который так и называется устройство для предотвращения глобального потепления пока пока этими изобретениями никто не заинтересовался хотя о том как охладить планету ученые думают давно существует даже целая наука геоинженер проектов массы от высадки лесов до отклонения солнечного тепла с помощью установки космических зеркал предлагается также распылять в верхних слоях атмосферы частицы отражающие свет или поднимать в небо воду для создания дополнительных облаков на низких высотах хотя шансов применить все эти способы мало в последнее время таких необъяснимых катаклизмов становится все больше 10 сентября 2015 года сразу два тропических циклона обрушили проливные дожди на Японии стихия бушевала сутки за это время в некоторых местах вода достигала полутора метров значительная часть страны осталась без электричества и связи для ликвидации последствий стихийного бедствия правительство вынуждено было мобилизовать армию современная наука не знает ни одного средства предотвращения стихийных бедствий тем более человечество не готово к опасностям которых в его истории никогда не было одна из таких угроз как ни странно черное море его побережье в последние годы стало взрывоопасным регионом все дело в сероводороде сероводород ядовитый газ в последние годы процесс накопления его в черном море вышел из-под контроля ведь за последнее столетие реки принесли с собой гигантское количество минеральных удобрений лакомый корм для бактерий выделяющих сероводород свой вклад вносят гниющие водоросли и отходы это эксклюзивные кадры секретная база подводных лодок СССР в Балаклаве в случае войны в чреве горы может укрыться 14 подводных лодок и несколько тысяч человек особое внимание при подготовке подлодок к выходу в открытое море уделялось электрической части здесь всегда помнили о горючем и взрывоопасном сероводороде искра могла возникнуть в ходе чего-то она могла повлиять за собой определенные последствия поэтому чем и опасно поднятие сероводоводного условия если раньше он был на глубине 400 метров то есть был достаточно глубоко лодка туда не опускалась то сейчас он поднимается 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 при изготовлении подводных лодок для черноморского флота применялись специальные технологии и материалы они исключали появление открытого огня даже при пуске ракет и торпед случаи возгорания сероводорода на территории Севастополя и Черного моря уже были неоднократно и во время землетрясения 17-го года во время 27-го года вспышки море горело 12 сентября 1927 года по поверхности пошла рябь море как будто закипело поднимавшиеся со дна пузырьки несли отвратительный запах тухлых яиц через несколько часов произошла самая крупная катастрофа в истории современного Крыма очевидцы утверждают что пламя над морем поднималось на 500-800 метров на прибрежной полосе было уничтожено множество строений после землетрясения и морского пожара берег превратился в выжженную степь с тех пор объем сероводорода в Черном море вырос многократно в конце 90-х годов он уже оценивался в 70 миллиардов тонн этого достаточно для того чтобы полностью уничтожить жизнь на планете ученые просчитали несколько сценариев катастрофы наиболее оптимистичный коснется только Черноморского побережья сероводород просто выйдет на наше Черноморское побережье так как везде у Черного моря горы практически везде да кроме Анапы вот и сероводород он тяжелее воздуха будет весь находиться у воды поэтому все люди которые будут на пляже они могут сильно надышаться этим сероводородом при отравлении сероводородом смерть наступает через 7 минут но одними отравлениями дело не закончится при достижении критической массы сероводород взорвется удар молнии или банальное замыкание электропроводки может привести к катастрофе планетарного масштаба обсуждали мы с моими коллегами с профессорами если вдруг будет взрыв вот если будет как бы выход сероводорода из Черного моря то это вообще непредсказуемо что может быть вообще может планета разлететься пополам потому что объем Черного моря слишком велик каждую звездную ночь жители Томска могут наблюдать удивительную картину вертикально вверх устремляется мощный лазерный луч Эта техника следит за изменениями климата Владимир Бурлаков работает с лазерными установками уже 40 лет за это время многое изменилось однако принцип работы остался прежним через систему фокусирующих зеркал луч из лаборатории устремляется в небо с земли за его прохождением через атмосферу следят специальные телескопы приемное зеркало в данном случае 30 сантиметров диаметром а сигнал мы регистрируем до 50 километров мы можем определять концентрацию озона содержание аэрозоля причем все это вертикальное распределение мгновенно можно узнать сколько пыли и газов в любом месте 50-ти километрового лазерного луча сотрудники лаборатории пристально следят за вулканами например в мае 2010 года нашумевший вулкан Эйяфья Длакудль создал в аэропортах Европы транспортный коллапс но на климат земли особого влияния не оказал частицы от его извержения продержались в атмосфере всего 5 дней в новейшей истории наблюдались вулканы и посерьезнее в июне 91 года было крупнейшее извержение вулкана Пинатуба это в Индонезии пыль можно сказать аэрозольного облака оно держалось в стратосфере с 91 по 96 год вот на земле становится холоднее а вот в этих слоях выше стратосферного слоя там наоборот теплее а вот это извержение повлияло на климат земли на несколько месяцев средняя температура на планете понизилась на полградуса в атмосфере наблюдался слой серно-кислотного тумана образовались масштабные озоновые дыры сегодня в институте реконструируют телескоп высотой в пятиэтажный дом для него закупили супермощный лазер эта система сможет поставлять информацию с высоты 110 километров вполне вероятно что результаты измерений в стратосфере станут неутешительным доказательством грядущего климатического апокалипсиса раньше потепление было вызвано большим количеством тепла со стороны солнца из-за приближения земли к солнцу или изменения солнечной активности когда это случается происходят выбросы энергии со стороны солнца эта энергия идет на обогрев стратосфера нагревается потом нагревается атмосфера и затем нагревается поверхность земли но сейчас мы наблюдаем процесс снижения температуры стратосферы и из-за этого энергия не может достичь поверхности земли то есть это парниковые газы рано или поздно океан перенасытится углекислотой рыба исчезнет засухи и морозы в Европе снизят урожайность полей людей ожидают голод и нехватка пресной воды такая ситуация приведет к массовому переселению народов и климатическим войнам вспомним что древний Египет Месопотамия Индия были уничтожены кочевниками вооруженные люди бежали от засухи и неурожаев жертвой климатической войны в четвертом пятом веках стала Великая Римская империя тогда из-за сильного похолодания племена гуннов лишились пастбищ в Заволжье и ринулись завоевывать Рим сегодня человечество находится на грани новой климатической войны я очень волнуюсь за наше будущее будущее сокращение населения конфликты потому что у некоторых стран будут ресурсы а у других нет я думаю что в этом свете Сибирь ждет процветания в будущем там есть множество водных ресурсов лесных массивов и в новом потеплевшем мире жизнь в Сибири будет хорошей но что произойдет на границе с Китаем потому что у них нет ресурсов и водные ресурсы крайне ограничены в будущем мир ждет множество конфликтов и на данный момент я не думаю что мы достаточно открыты для того чтобы говорить о будущих конфликтах это всячески подавляется дипломаты хотят погасить эти трения но я думаю что мы готовы открыто поговорить об этом мы сможем составить будущий план мирной земли после климатических изменений 30 ноября 2015 года в Париже должна состояться встреча глав государств по вопросу изменения климата возможно удастся договориться о снижении промышленных выбросов в атмосферу и внедрении чистых технологий но это может только отодвинуть климатический апокалипсис отменить его невозможно бомба под названием глобальное потепление уже заложена и она обязательно взорвется подавляя Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...